Музыка Итак, здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас очередная передача у шкафа По-моему 9 выпуск, если я не ошибаюсь Сегодня у нас речь пойдет немного о том, что в плане российской становится веселее жить Вот, например, пенсионный возраст подняли Цены растут все время Короче, капец начинается Но есть хороший выход Например, ржаной хлеб Очень вкусный, стоит недорого 16 рублей Берешь такой хлеб Берешь какой-нибудь дешевенький чай Разбавляешь без сахара его водичкой и нормально А сегодня у нас в гостях впервые У нас в передаче сегодня в гостях неизвестный музыкант Его зовут Алмих Он сегодня нам расскажет Короче, сейчас плюсами все увидите Здравствуйте Здравствуйте Спасибо, что пришли Спасибо, что пригласили Ну и что, кто-нибудь слушает вашу шнягу? А вашу шнягу кто-нибудь смотрит вообще? Ладно, принято Ну хорошо, давайте тогда поговорим о музыке Вы же музыкант? Да, музыкант Ну вот, отлично Ну, я смотрю, вы на меня похожи Ну, скорее, это вы на меня похожи Да, да Ну, что? Итак Ответьте, пожалуйста, на некоторые вопросы, задавайте Как и когда началась ваша карьера? Ну, играть на гитаре я начал лет в 14 примерно Это был 88 год, где-то там конец 7 класса Ну вот, а выступать я начал уже в 96 году На Сахалине Вы помните свой первый выпуск? Конечно, что помню Расскажите, пожалуйста, поподробнее Ну, это было как раз в 96 году в Корсакеве На острове Сахалин Там это то ли октябрь, то ли ноябрь был месяц Я не помню точно, но проходил фестиваль Рок-фестиваль местный Вот, и там, короче, выступали группы Исполнителей было мало, конечно Вот, и, ну, я помню У нас как бы постоянно были какие-то там домашние движухи Типа квартирников, там, сэшн, сборища Вот, я там пел песни И потом мне как-то один знакомый, Коля, говорит Отчеты типа, вот, фестиваль будет, давай, там, выступай Типа, спой Ну, я только подумал, ну, почему нет Я еще до этого в театре участвовал Вот, то есть на сцену уже выходил Кайф этот поймал И, ну, думаю, да, надо выступать, почему нет И, короче, ну, там, еще подготовился, значит Вышел, выступил Ну, стресс был, конечно, жуткий Я очень сильно волновался Просто вообще кошмар Мы там водки попили Потом в туалете покурили Вообще ничего не берет, короче Потом сказали, мой выход У меня коленки как задрожали Блин, ну, внешне-то, наверное, было это незаметно Но я очень волновался, короче, вышел Там, пел мимо микрофона Вот, хотя слова там было, ну, разобрали слова Там, ну, спасибо Звукачу Ну, в общем, потом после концерта А, мне там даже подыграли группа Dispater Одну песню И вот после концерта там Одна знакомая девчонка подходит Говорит, вот, спасибо за песню Вот, как раз ту, которую мне подыграли Типа, спасибо, круто получилось Все, ништяк Вот, ну, я такой думаю, блин, да, кайфово Ну, стрессовому, конечно, жутко Зато и тоже какой-то вот кайф поймал, что ли Как это вот на сцене Все вот так вот было Замечательно, спасибо А расскажите, в каком стиле вы играете? Ну, я играю в каком стиле Допустим, что касается выступлений Это акустический бард, наверное Потому что у меня группы нет Я играю чисто сам под гитару Вот иногда в клубах третий меня можно увидеть Вот, например, бард, андеграунд Что-то там с элементами рок-н-ролла Вот, на альбомах-то у меня вообще Ну, там всякие разные стили Ну, примерно, ну, там, не знаю, рок Ну, там всякие Короче, очень лично там все Так, ну, хорошо А сколько у вас всего альбомов? Ну, у меня восемь альбомов Расскажите, пожалуйста, в двух словах о кадрах Ну, сейчас Вот, например Первый у меня это 2000-й год Ничто в этом мире не может быть просто так Это вот как раз-таки Акустический андеграунд Андеграунд, там, почти беспредел Вот такой Там, ну, на импровизации дофига замешиваем Второй альбом, Придерик Он уже в электричестве Ну, там тоже экспериментальный Потому что, как бы, я оторвался до студии Вот, там намешано тоже Там, как-то, на жесткой психодели Для, я не знаю, там вообще Экспериментов каких-то Ну, и какой-то типа прогрессив Вот, там, на гитаре я вот, конечно Вот Потом идет третий альбом Лезвие и бритва Он уже такой, как бы Ближе к русскому року Потом идет следующий Черная луна Он вообще, как бы, полностью инструментальный За исключением одной песни Это Жужжательный жук Следующий идет тоже инструментальный 2012 года Это Лед вершин Ну, я думаю, что он близок к прогрессив року И так же, там, чуть-чуть намешано там всякого Следующий, 2013 года Это Безмолвие сфинкса Этот альбом вообще получился релаксационный Не знаю, в каком стиле Но тон тоже инструментальный Вот Потом идет 2017 года Это загрузочный диск Он уже такой, как бы, больше песенный Вообще песенный альбом Ну, наверное, ближе к русскому року Тут опять же, там Намешана мелодикламация Там маленькая психоделия Там два инструментала Вот Что-то там еще Ну, вот так вот Какие-то там фьюжи Не знаю Там, в общем, тоже намешано И еще заключительный, вот крайний альбом Это струна еще звучала Он вот вообще в апреле 2017 года вышел Также, ближе к русскому року Опять же, с мелодикламацией Там С фольком С фольк-роком Там И, там, чуть-чуть психоделия Три инструментала Там Вообще всего 17 Ну, примерно так Если все Больше не у них Записи нет Ну, там, например, концертные Какие-нибудь варианты Да, есть еще выступления Запись выступления живого Которые концертные делали в Корсакове Есть еще, да Круто Там, в Байконуре Я думаю, что видеозаписи тоже есть И видео какие-то есть Ну, хорошо Что вы думаете по поводу Рок-музыки У нас в России Ну По поводу Состояния рок-музыки У нас в стране Конечно Все печальненько Печалька, да Печалька Вот Очень много по этому поводу информации Кто-то кричит, что рок-мерт Кто-то говорит, что он гниет От него плохо пахнет И все такое Вот На мой взгляд Просто время сейчас поменялось Вот Я могу сказать так же смело Что и слушатель уже мертв Слушателям плохо пахнет Ну, в общем Не знаю То есть Мне кажется, что время такое Плохо Сейчас интерес у народа пропал в кровь Ясно, понятно Спасибо Вот так Ну, еще у меня есть к вам еще такой один вопрос На каком инструменте вы сейчас играете Какие вообще инструменты предпочитаете Как у вас там проходит процесс записи Расскажите, пожалуйста Ну, что касается гитары Вот у меня сейчас такая гитара Ну, это ленинградская гитара Она мне досталась Полностью разбита Она была вот так вот Провалена туда Ну, я думал Все Это уже, короче, капец Вот Ни на что не надеясь Взял прям поверх Это все заклеил Эпоксидкой С материалом Подровнял гриф Лады подточил Все, короче Выровнял Потом поставил Многие струны Московские Московской фирмы Господин музыкант Потом заиграл Думаю Блин Клевый звук Короче, она мне очень понравилась И гриф для меня сейчас удобный Я, допустим, уже на узком грифе Не могу играть Такой мне нравится Классический Поэтому я сейчас не выступаю Постоянно Везде в клубах Она такая как раз По стилю мне подходит Андеграундная Очень даже Интересная гитара Мне она сейчас по душе Я сейчас с ней выступаю постоянно Ну, что касается, допустим, предпочтений Ну, допустим Ну, нравится мне гибсоны Да, допустим Да и фендеры нравятся Телекастеры, допустим, очень нравятся Гибсоны Вообще, это моя мечта была с детства Лесбол Но ценник американского гибсона Отсюда до послезавтра Сколько там 120 тысяч там стоит То есть Для меня это постоянно Это неподъемно Ну, и потом Я уже сейчас На это все дело плюнул Вот, короче Что мне дали На том и записывали Что касается Предпочтений В принципе Сейчас уже нет Этот самый Предусилитель Обычный АМЛ Или АПЛ Из дешевых Беренджер Микрофон Нормально Че, пишем Вот так записываем Малькомы Да, вот так Ну, круто, да Так, отлично, да Вот, ну хорошо, да Замечательно Очень хорошо Спасибо вам большое К сожалению Наша передача Подходит к концу Нам пора закругляться Огромное вам спасибо Что вы пришли К нам На вот такую вот Маленькую студию На неизвестную Тоже передачу Ну, спасибо вам Что хоть вы пригласили А то Ну, как бы Никто вообще Не приглашает На передачу На телевидении В конце У нас, как всегда Реклама Вы знаете Что вот этот вот Чел Который здесь сидит Он записывает музыку Его можно найти В интернете Вот у него вышел альбом Струна еще звучала Вот как раз В апреле этого Восемнадцатого года Так что Слушайте До новых встреч С вами был Алексей Бочаров И Алмих До свидания Спасибо вам большое До новых встреч С вами был Алексей Бочаров Ведущий Передачи Мушкапа И я Алмих Продолжение следует